Привет дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим очевидную ужастик. Очевидная небольшая инди-игрушка, которую мне посоветовали подписчики. Сказали, что она очень хорошая. Будем надеяться, что они нас не обманули. Это квест, называется X-Mortis. Вообще этой игры, насколько я уже понял, у нас две части были. И мы будем смотреть сегодня первую. Потом как-нибудь найдем время и посмотрим на вторую. Суть в чем? Это довольно-таки тягомотная, но тем не менее, как говорят, очень страшная вещь, в которой мы опять попадаем в дом. И из него нам надо выбраться. Ну да ладно, попробуем. Чтобы вы не отвыкали от основного направления нашего канала, несмотря на то, что я сейчас прохожу всякие новинки, в основном, конечно, я занимаюсь ужастиком. Играю я ночью. Сейчас второй час ночи, 1 декабря. Так что, надеюсь, вы смотрите тоже ночью. Так, ты просыпаешься в лесу с ссадиной на голове, нифига не помнишь. И очень холодно. И ты решаешь зайти в дом лучше, чем замерзнуть в паспорте. Какой-то жуткий дом. Самая страшная проблема этой игры, это пейсель хантинга. То есть, вам нужно искать активную область на экране мышки. И это, я могу сказать, довольно-таки раздражающий фактор. Но тем не менее, ладно. Разберемся. Игрушка небольшая. Так, ну что мы в прихожей. Куда пойти? Наверх или вниз? Давайте вниз сходим. Чего сразу наверх-то переть? Сверх-то убежать страшнее и сложнее. Это что у нас такое? Вход в подвал. Тихо. Что такое? Рукоятка поворачивается. Но такое ощущение, что кто-то держит дверь с той стороны. Так, это что за символы? Три, пять, два, один. Сложно сказать. Сложно. Старая батарея. Дом какой-то. Часики дедушки. Еще какие-то символы. Так, дверь закрыта. А эта дверь открыта. Тут у нас, так, старая посудомойка. Духовка. Ой. И башка. Обалдеть. Какой-то символ на обу вырезан. Ладно. Дальше. Надо сказать, чисто технологически игра сделана очень примитивно. Но, как мы знаем, самые такие примитивно сделанные вещи, как правило, страшнее всего пугают. Так, много буков. Ой, я не хочу это читать. Да, обалдеть. Это же... Если у кого есть желание, то просто на паузе почитайте, попереводите, если вам очень хочется это сделать. Кругом набрызгана кровище. Кругом набрызгана кровище. В принципе, вроде все тут. Что еще можно тут сделать? Выходим назад. Давайте поднимемся наверх, что ли? Попробуем. Но пока что, скорее, не страшно, а как-то непонятно. Что-то происходит. Неладно. Получи лунного света пробиваются в окно. Дверь забрызгана кровью. На ней нет ручки. Не поддается и не открывается. Так, еще одна дверь. Что-то за ней на какие-то шаги, похоже. Ох, тут кого-то порвали. На потолке еще. Написано, как лампа может шататься. Ага. Так, надо найти код. Методом научного тыка это, конечно, не белая ночь. Я тут, скорее, ничего не подберу. Ладно. Пойдемте пока дальше. Разберемся. Ой, тут вообще кого-то замочили в сортире. Вообще кровище просто ужас. О, ключ. Ключ в трубе застрял. Берем. Похоже, все. Возвращаемся. Картину кто-то заботливо уже повесил. Так, а что это на потолке такое? Ага. Вон оно что. Чертак. На чердаке какое-то чмо. Вон там приковано. И, судя по всему, у него очень хорошо видно. У него вроде как ног нету, да? Так, это что за символ? Я вообще не понимаю, что это может означать. Ага. 3, 4, 8, 9. Так, надо запомнить. Надо возвращаться назад. 3, 4, 8, 9. Так, вот сюда. 3, 4, 8, 9. У меня память, конечно, хорошая. Но сегодня я опять уставший. Так что мне надо это постоянно повторять. 3, 4, 8, 9. Так, 3, 4, 8 и 9. Есть. Доступ получен. А тут в сердце лежит какая-то книжка. Ex Mortis. Видимо, типа, некрономик новая. Опять много буков. Я бы это, конечно, почитал, если бы играл что-то для себя. Но для прохождения это все нет уж, спасибо. Что-то тут про жертвоприношение демоном. Ладно. Так, у нас есть ключ. Куда нам его применить? У нас внизу вроде была закрыта дверь. Кто-то бегает. Я слышу. Не знаю, слышите ли вы, но я слышу. Так, ладно. Так, ключ нам помог. Мне кажется, или постамент в середине вот этот вот моргает. Вот опять что-то, что-то было. Ладно. Так, и что тут? Ох, чья-то рука отрублена. Отлично. Что может быть лучше? По-моему, лучше замерзнуть на ветру там снаружи, чем... Подвергаться действию такой чертащины. Давайте сюда попробуем сходить. Я что-то не знаю даже, что делать. Вроде тут дверь открыли, но там ничего нет. Ладно, пока вы шепчетесь, но ничего не делаете. Я против вас ничего не имею. Не хотите, как хотите. Блин, давайте наверх еще раз сходим. Может, мы что, в сейфе проглядели? Или может, вот тут вот, кстати говоря. Тут же у нас на двери нет ручки. Ручки нет. Дверь закрыта. Так, ну давай, переходи, давай. Давайте еще раз в сейф заглянем. Блин, как я со всеми этими Скайримами и Бэтменами соскучился по ужастикам. Я же, блин, обожаю ужастики. Так, три, четыре. Осемь-девять, по-моему. Уже успел забыть. Нет, не забыл. Так, что тут есть? Сердце. О, какой-то, какой-то знак. Похоже на букву F. Только это не букву F. Так, Некрономикон. Ой, Некрономикон, говорю. Ну, примерно того же плану. Может, тут какая-то подсказка. Да нет. А что, погнали обратно. Возможно... Возможно, опять вниз надо заходить на кухню. Не знаю. Тут у нас что еще может быть? Ничего. Нет, ничего тут нет. Ладно. Ладно. Так, возвращаемся. Тут что у нас может быть? Я не совсем уверен. Но, по-моему, тут больше ничего нет. Хотя мог и проглядеть. Так, ну тут мы взяли код. А больше-то тут ничего и нет. Только символ какой-то непонятный. Да и все. Что нам этот символ может дать? Сложно сказать. Та дверь навряд ли откроется. Да из чего бы ей открываться? Блин, я что-то застрял. Давно уже в квесты не играл. Как-то отвык я от них. В свое время квесты очень любил. Кстати говоря, очень многие просят меня пройти игру Scratches в шорохе. Не знаю, я про нее, честно говоря, вообще ничего не слышал. Она действительно такая хорошая? Пишите в комментах. Она стоит прохождение? Или это так себе вещь? Потому что, если это действительно хороший квест-ужастик, то я буду только рад. И, надеюсь, там не такие головомойные головоломки, как в этой игре. Блин, ну куда идти-то? Вот сюда пройду. Так, ну что? Голова лежит. У головы значок, буква А. Буква А. Что-то я начинаю ходить кругами. Тут вроде ничего применить нельзя. О! Смотри. Ну-ка, ну-ка, тап нажимаешь, и он подсвечивает активные области на экране, похоже. Хорошо. Так, я думаю, мне станет гораздо легче. Че ж вы не могли как-нибудь написать, что так можно делать? Как же, Блин, самому догадаться-то? Так, вот эти, оказывается, можно открывать. Ничего себе. А еще можно какие-нибудь открывать? Вот, допустим, вот это. О, пщак. Он говорит, что ему такое не нужен. Я бы взял. Я бы взял. Хоть какая-то уверенность была бы. Мы в завтрашнем дне. С микроволновки капает кровь. Обалденно. Но все похоже. Посудомойка. Давайте в эту комнату заглянем. Что у нас здесь может быть? Тут кроме чего-то ничего активного нет. Тут у нас скульптура поглядывает время от времени на нас. Вон, видите? Ну, после амнезии мне такие вещи, честно говоря, уже не очень сильно пугают. Так, ага. Тут дохренище всего. Еще один знак. Наверняка это как-то пригодится нам, наверное, да? Только я их не запоминаю и, скорее всего, это в будущем меня подведет. Так, какая-то книга выделяется. Давайте посмотрим. 1878 год. Прошлый век. Опять много букв. Ой, много букв. Ну и что мне это дало? Я, как бы, может, скрипт какой-нибудь завершил. Может, это игра как хаос, то есть дом, первая, вторая часть. Надо определенный, конечно, раз потыкать на активных объектах, и тогда что-то произойдет. Ой, не знаю. Блин, да куда идти? Тут все время кто-то шепчет. Не знаю, чего вы мне ее советовали. Она не такая уж и страшная. Обычная, скорее. Ничего не происходит. Надо много думать. Тихо. Отлично. Так, это кто в правом углу такой... Тихо. Тихо. Фух. Неприятно было. Я вам постараюсь звук маленько... Wake up. Wake up, Alan. Alan Wake. Так, тут кровище. Постараюсь маленько убавить звуки, чтобы вам так не орало в наушнике, если вы в наушниках. Потому что это очень неприятно, надо сказать. Так, ну и жутко. Жутко, надо признать. Теперь, я думаю, после такого у нас открылась дверь. В подвал. Ну-ка. Точнее. Все отлично. Мы прошли дальше. Здесь у нас бойлерная. Вентиляция. О, топор. Дайте взять его. О, с топором-то я уже дело натворю. Сразу вспоминается конденция. Ага, хорошо. Так, прорезаем. Куда мы попали? В какой-то бункер. В бункере не очень хорошо. Так, налево или прямо? Налево или прямо? Пошлите прямо. Жуть какая. В принципе, вообще, я честно... Тихо. Ух, блин. Что за символ на голове? Я мальчик вижу голову одним ударом. Блин, вот это вот натуре не по себе было. Мурашки по кольку побежали. От этого приближающегося его крика. Тихая на диске один тут такой. Маленькая дыра в стене. Новый ключ. Так, и чё? Всё тут, что ли? Ладно. Идём назад. Я даже знаю, куда этот ключ применять. Потому что больше его применять-то и некуда. Так, шо, мы использовали ключ, чтобы открыть эту дверь. Так, а то, что за сатанинские символы? Тихо. Тихо. Так, а то, что-то. Выберите символ в определенном порядке, чтобы решить пазл. Или бегать в лес. Так, кофе мясо. Бежать в лес? Не печатся на них. Беги. Куда бежать? Куда бежать? О, какие неприятные звуки, давай-давай иди А я не убежал, похоже, да? Да, мы не смогли убежать вовремя Попробовать снова Так, давай нам сюда, давай, бежим Бежим, бежим Давай, давай Давай, братан, давай Так, куда это лечь? Ох, я его тоже не сразу заметил Фух, мы в лесу Так, нам двигаться вперед, похоже, надо Видно, что мы выбрались отсюда Ладно Тропинка продолжается Так, ладно Балим куда-нибудь отсюда Балим Все, конец Блин, ну надо сказать, это было страшно Под конец Вначале было тягомор Но под конец, конечно, дало пространство Спасибо, что посоветовали игру Как будет время, посмотрим вторую часть И скоро уже, по прошествии, скорее всего, Бэтмен Потому что с Карим, похоже, затягивается надолго Мы возьмемся за Эфрейдов монстры С, по-моему, самый страшный мод к первой халфе Но это будет потом Сейчас же пока Спасибо, что посоветовали Советуйте еще интересные дружки такого рода Только перестаньте, пожалуйста, мне советовать Проклятье Потому что она идет на эмуляторе И у меня с этим эмулятором ничего особо хорошего не получается Возможно, в будущем я за нее и возьмусь Потому что, в принципе, вещь неплохая, насколько я понял Так что, думаю, в свое время, когда будет настроение Я уделю ей время А пока что же хватит ее советовать Потому что просто не до нее В принципе, на этом все Надеюсь, вам понравилось Надеюсь, вы смотрели ночью С вами был Артур Всего хорошего Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok